Всем привет! В сегодняшнем видео у меня герань пеларгонии. Извиняюсь за свой сиплый голос, немного приболела. Герань достаточно неприхотливая. Задержу я ее на открытом балконе, не боится сквозняков. Герань королевская пеларгония более привередливая. В позиции ветра и дождя боится прямых солнечных лучей сквозняков, поэтому их предпочтительнее выращивать на балконах и подоконниках, желательно восточных оконах. Если на растение попадают прямые солнечные лучи, то оно может перегреться. Слишком высокой или низкой температурой негативное воздействие растения. О том, что растение холодно, сигнализирует покраснение листьев. Растение тянется к свету и для равномерного роста крона необходимо поворачивать горшок. Особое значение имеет регулярный полив. Полив должен быть умеренным, но постоянно. Земляной ком не должен быть мокрым. По этой причине может возникнуть корневая гниль. Размножается семенами и черенками. Черенки должны быть небольшие, до 10 сантиметров. Можно укоренить в воде, можно посадить. Вот этот большой куст я обрежу и размножу черенками. Так я приготовила череночки. Нижние листья я удалила. Нужно дать срезу немного подсохнуть, часок-другой. Приготовила смесь земляную. Она должна быть легкой, рыхлой. Увлажнила ее. Можно использовать препараты, стимулирующие корнеобразование, такие как корневин. Но Беларгония хорошо давит корешки, поэтому можно обойтись и без них. Делаю небольшую ямочку и сажаем туда череночек и приминаем. Ставим на светлое место. Можно поставить тепличку вот такую. Можно обойтись и без них. Таким способом я размножаю Беларгонию. Это все. Спасибо за внимание. Пока.